И всем привет дорогие друзья, с вами Ставок Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 198 часть наших обзоров, и да ребята, осталось всего лишь 2 части до 200, и я очень рад и очень жду этого момента, потому что это будет очень круто, и ребят, надеюсь мы наберем много лайков на этом видео, потому что чем больше лайков на этом видео, тем круче будет обзор на 200 часть. Ну, а мы начинаем, и что же у нас добавляет этот мод, ну вообще этот мод очень офигенный и довольно таки интересный, хоть он и маленький, но этот мод добавляет нам возможность сделать свои собственные тыквы в игре Майнкрафт, что означает сделать свои собственные тыквы, то есть вырезать в них какой угодно вам дизайн, какие угодно, я не знаю, лица, морды, хоть даже написать на них что-то, вы можете сделать все, что вам угодно, то есть вот так вот это выглядит, это я просто сделал 4, чтобы вам продемонстрировать, вы можете делать их как хотите, это просто что у меня получилось, я знаю, это немного кривовато все выглядит, но я это быстренько так сделал, чтобы вам просто продемонстрировать, и вы знаете то, что в Майнкрафте есть самый обычный тыква-светильник, и она одна, и как-то скучно выглядит, и всего лишь одна, и этот автор этого мода решил сделать вот этот мод, потому что скоро Хэллоуин, и мне кажется, очень офигенный мод, и вы можете видеть, они у меня здесь, давайте мы сделаем ночь, делаем полную ночь, возьмем факелы, и давайте мы теперь их зажжем, да, их также можно зажигать, то есть вы можете видеть, это просто, просто офигенно, ну и что ж, ребят, мы опять же сделаем день, вам все продемонстрировать, теперь я вам буду продемонстрировать, как же нам все это сделать, что ж, ребят, приступаем, первым делом нам нужно вырастить тыкву, вот она у нас здесь стоит, лежит, не знаю, что надо здесь делать, но, что происходит, когда мы ее ломаем, ну, или просто пытаемся взять, то есть мы ее ломаем, и мы получаем тыкву в инвентарь, но она теперь у нас круглая, вы можете видеть, да, довольно-таки странно, Панкунен Анкерфт называется, что значит Анкерфт? Это значит, что она не вырезана, то есть у нее нет никакого дизайна, никакой вырезки на ней, и, в принципе, она теперь круглая в инвентаре, и все, что же теперь мы с ней сможем сделать? Давайте мы теперь берем и ставим ее куда вам угодно, например, вот сюда, так, мы ее здесь поставили, здесь она будет нам сама то, что же теперь нам нужно сделать? Теперь нам нужно взять ножницы, и когда мы берем ножницы в руки, просто посмотрите, что происходит, если мы наводим нашим прицелом на тыкву, то вы можете видеть, наш экран приближается к тыкве, и это означает то, что мы теперь сможем спокойно сделать свой дизайн с большой точностью, и даже не знаю, это просто офигенно, ребят. Ну, и теперь давайте попробуем что-нибудь сделать, я попробую сделать самого себя, то есть мое лицо, не знаю, получится у меня это или нет, но я сейчас так быстренько на себя присмотрюсь, ну, ладно, что же, давайте попробуем. И что нам нужно делать? Теперь это все работает именно по пикселям, на каждый пиксель вы можете нажать на правую кнопку мыши, и он становится черным, что значит черный? Это значит, там мы вырезали тыкву, ну, и теперь попробуем сделать опять же меня, я опять на себя посмотрю, о, нет, господи, это мне не нужно. Я себе сначала сделаю волосы, не знаю, хорошая это идея делать волосы, но давайте попробуем. Вот я сейчас просто зажал на правую кнопку мыши и веду по верхней части нашей тыквы, давайте посмотрим, что у нас получится. Так, ну, и теперь нужно просто на себя все время смотреть, потому что, ну, окей, и теперь идем вот так вот. Вот, мне кажется, у меня что-то ужасное сейчас получится, потому что я не очень хороший скульптор. Так, ну, и вот так, окей, мне кажется, волосы я сделал, теперь мои очки, где-то они начинаются вот здесь, мне кажется, довольно-таки низковато, но не знаю, сейчас увидим, что у меня получится. Так, окей, теперь сделаем это вот таким вот образом и это вот таким вот образом. У меня уже что-то странное получается, но сейчас мы это увидим, сделаем их полностью черными. Так, и теперь, ну, да, я уже запрал, но у меня вроде бы как вот это идет, и вот так, и, боже, это мне ужасно получилось. Давайте сделаем вот так вот, так, и вот так, ну, и вот так. Ребят, похожи или не похожи? Мне кажется, вообще какой-то бред у меня получился, но, в принципе, вот так вот это работает. Нет, я явно здесь не очень хорошо получился, но теперь, ребята, когда вы ее сделали, вы можете либо оставить на этом месте, где она стоит, либо нажать, ну, просто ее сломать, и вы ничего не потеряете, вы просто ее возьмете в инвентарь, и здесь вы уже можете видеть, что написано керфт, что на ней уже есть рисунок, и вы можете ее поставить в любое другое место, например, вот сюда, здесь есть самое место, этому вот стою. Ну, и да, ну, и теперь, если вы хотите, чтобы ночью она горела, то есть давайте, нет, сделаем ночь, и вы просто берете обычный факел в руку, просто нажимаете на правую кнопку мыши, и, ребята, она загорается. Теперь еще хуже все стало, теперь вообще все ужасно, но зато она теперь светится, и это очень круто. Если вы не хотите, чтобы она светилась, то вы просто берете пустую руку, нажимаете правую кнопку мыши, и факел из нее вылетает. Ребят, это просто офигенно. Кстати, еще одна интересная функция, если вы, например, хотите повернуть эту тыкву, чтобы не надо, чтобы там не ломать ее, потом переворачивать и так далее, вы просто зажимаете на shift, и нажимаете на правую кнопку мыши, и вы можете спокойно ее перевернуть, хотя я не очень понимаю, как это работает. Все так, вот так, ну, и, ну, вы сами разберетесь, как-то это странно работает, но, ладно, что ж, ребят, теперь мы давайте попробуем сделать еще тыкву, потому что мне кажется, это довольно-таки круто. Вот здесь вы можете видеть, я сделал всевозможное. Кого бы нам теперь сделать? Давайте я быстренько сделаю день, возьмем еще одну тыкву, поставим ее вот сюда, потому что здесь удобно. Если я поставлю просто на пол, то это как-то не очень удобно, вот отсюда, прямо с высоты нашей головы это делать. Вот так вот лучше самое то. Боже, я уже тут точил. Самый такой большой минус этого мода, то что нельзя отменить, например, вот я сейчас делаю этот пиксель, все, я теперь не могу его никак отменить. То есть я нажимаю, если нажму на левую кнопку мыши, то она сломается, и это очень плохо, поэтому сделаем новую тыкву. Ну, и кого, давайте попробуем просто какое-нибудь лицо нарисовать, я даже не знаю, как-нибудь, вот давайте попробуем, не знаю, что сейчас у меня получится. Вы просто сами на это посмотрите. Так, сделаем вот такой вот глаз, заполним его черным цветом, и сделаем здесь еще такой глаз. Так, о боже мой, здесь я не опозорюсь сейчас. Так, 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 ну вот здесь еще один пиксель. Ну, и теперь какой-нибудь рот, сделать его злого или доброго, смеющегося или грустного. Ладно, давайте сделаем, попробую сделать вот такую вещь. Так, так, и вот так. Сделаем вот такой большой рот, и я хочу сделать зуба попробовать, как это будет выглядеть. Вообще, как это будет выглядеть ночью, например, если мы сделаем вот так, вот так, вот так. О боже мой, что я сделал? Ну, здесь у меня небольшой... Ну, ладно, все, оставим это вот так вот. Да, у меня что-то ужасное получилось, давайте мы тебе попробуем его зажечь. Ммм, а выглядит, кстати, не очень так плохо, зубы получились круто. И давайте сделаем ночь, просто чтобы посмотреть на это. Да, рот, мне кажется, у нас получилось. Мы также можем рисовать с нескольких, так сказать, сторон этой тыквы, например. Мы нарисовали здесь лицо, а здесь мы можем сделать ухо. Вот такое у меня офигенное ухо. Мм, да. И здесь можно рисовать. Я не знаю, что хотите рисуете, это просто на ваше усмотрение. Мне кажется, этот мод очень классный. Кстати, можно наверху рисовать? Да, ребят, наверху тоже можно. Я даже такого не знал. И это, в принципе, очень крутой мод. Но давайте, ребят, я просто последнюю сделаю, чтобы... Не знаю, потому что обзор все равно маленький получился. Мне кажется... Ну, вы можете уже просто закрывать обзор, если вы не хотите смотреть. Но если вы вдруг хотите увидеть, что я сейчас тут вылеплю из этой тыквы, то можете остаться. Так, начнем мы, наверное... Я даже не знаю, ребят, просто сделаем вот так вот. Вот так вот. И... Нет, нет, не очень хорошо. Главное, сделаем вот так. И это у меня такой покерфейс. Ладно, мы с тем двойной рот, чтобы немного побольше был. Вот так вот. Ну, и теперь вот так вот глаза немного пошире сделаем. Давайте еще брови, брови. Обязательно брови. Так. И... Вот так. У меня какой-то ужас получился. Давайте мы его зажжем. Но выглядит довольно-таки забавно. А, в принципе, это все, что добавляет этот мод. Больше ничего. Но мне кажется, этот мод очень оригинальный и очень крутой. Давайте мы попробуем повернуть их. Боже мой, нет. Нет, нет, нет. Так, вот так вот. Так, 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 так. Ну ладно, ребят, неважно. Так что, да, вот такой у нас офигенный мод. Я был бы очень рад, если бы вы набрали, ну, 1500 лайков на этом выпуске. Он уже не такой уж большой. Но все равно мод мне очень понравился. И довольно-таки забавный. Если вы хотите украсить свой, даже не знаю, свой дом в тему Хэллоуина. Я не знаю, вы можете даже соревнования между своими друзьями делать. Например, кто лучше нарисует тыкву за, там, не знаю, за одну минуту. Было бы очень круто. Ну и, в принципе, все, ребят. Так вот у нас мод. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Кейн, вот здесь вот. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok